Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я хочу изготовить аналог ювелирной бензиновой газовой горелки, которая будет ничем не хуже заводских аналогов. И при этом она будет выполнена из самых доступных материалов и без использования токарного станка. Саму форсунку для горелки элементарно можно изготовить из обычного сантеха. Для этого понадобится латунная заглушка, внутренняя резьба 1,2 дюйма, переходная втулка 1,2 на 1,2 дюйма. Заглушка будет вкручиваться на эту втулку. И также нужен вот такой переходничок под шланг. Внутренняя резьба у него 1,2 дюйма, здесь имеется ровная ступенька, она нам нужна для того, чтобы можно было поставить рассекатель. И, так сказать, посадка на шланг, но в нашем случае это будет именно сопло самой горелки. Внешний диаметр его 20 мм, внутренний диаметр 15 мм. И это хорошо, то бишь эта горелка будет среднего класса, то есть не маленькая и не большая, будет способна плавить даже металл. В качестве рассекателя я буду использовать обычную 50-копеечную монетку. Она как раз таки идеально подходит для наших целей. В жизни толку от нее нет никакого, а здесь прям приходится очень. Также необходимы две трубочки. Одна маленькая трубочка, которая будет выступать в качестве инжектора. Внешний диаметр ее 4 мм, внутренний диаметр 2,5 мм. И это хорошо, то есть жиклера я сюда ставить даже не буду, хватит одной в принципе трубочки. Эту трубочку я выдернул из старого холодильника, лежала она очень давно, ждала своего часа. Эту медную трубочку я приобрел в пункте приема цветного металла. Внешний диаметр ее 8 мм, а внутренний диаметр у нее 6 мм. Эта трубочка нужна для того, чтобы подавать именно бензовоздушную смесь в сам рассекатель. Также необходим будет маленький кран, вот такой приобрести его в принципе не сложно, стоит он недорого. Он с двумя штуцерами. Штуцера диаметром 6,5 мм. И это хорошо, потому что мы можем прямиком спаять эти штуцера прямо на эту трубку. Вообще без проблем, то есть даже нам подгонять ничего не нужно. Также понадобится еще небольшая балясина. Это балясина детской кроватки, она будет в качестве ручки. Можно использовать вообще все, что вы найдете. Теперь необходимо зачистить от окислов медные трубки. Это можно сделать как вручную, так и при помощи электроинструмента. Либо болгарки, либо гриндера. В моем случае это гриндер. Теперь я полностью зашлифую вот эти грани, превратив их полностью в цилиндр. Теперь необходимо на втулку накрутить заглушку, затянуть потуже. И резьбовое соединение необходимо очень тщательно пропаять. Пропаивать я это все буду низкотемпературным припоем по алюминию. Он обладает очень хорошей текучестью. Внутри находится уже флюс. Паяет как медь, латунь, алюминий, сталь, нержавейку. Пользуюсь им очень давно, прям нареканий нет никаких. Ссылочку оставлю в описании. Раскочегарить его можно обычной газовой горелкой. Теперь необходимо в монетке, которая будет выполнять роль рассекателя, просверлить отверстие, чтобы можно было свободно вставить сюда вот эту медную трубочку, которая будет выполнять роль жиклера. Затем затянуть ее в болт и при помощи журуповерта обработать до такой степени, чтобы она могла свободно проваливаться в будущее сопло. Теперь необходимо, чтобы монетка, лежащая внутри при полностью затянутой резьбе, внутри ходуном не ходила, как сейчас. Она должна быть полностью зажата. Для этого необходимо всего-навсего торец вот этого переходничка немножко сточить. Вот теперь оно. Теперь необходимо на этой грани просверлить отверстие под трубочку 8 мм. Она у нас будет подавать газ на рассекатель. И в торце заглушки просверлить отверстие на 4 мм для самого жиклера. После того, как просверлены все необходимые отверстия под 8 мм и под сам жиклер, можно обработать полностью саму будущую форсунку. Я длину ее сделаю поменьше. Она длина здесь совсем не нужна. И на гриндере придам ей цилиндрическую форму. Форсунку пока откладываем в сторону. Теперь необходимо впаять краник. Понятное дело, что если мы медные трубки будем разогревать, сальники, находящиеся в самом кранике, мы просто поплавим. Так что его необходимо перед работой разобрать. Конструкция шарового краника сама по себе нехитрая. Откручиваем гаечку на 8, вытаскиваем гравирок, снимаем флажок. Самое сложное здесь это не сломать вот этот штуцер. Он выкручивается и он сидит на хорошем клею. Подключено 14. Это нужно делать очень аккуратно. Ну вот мы видим первая прокладочка. Сам шаровый краник вытаскивается очень просто. Мы поворачиваем его вот в это положение и просто тупо вытаскиваем вместе с прокладкой. Нет ничего сложного. На самом шарике есть проточка. Ну и, собственно говоря, сам вентиль вытаскивается вот так. Здесь он сидит на сальниках. Все просто. Теперь можно паять. Краник собран пока без внутренности, чтобы понять с какой стороны он будет. Теперь необходимо припаять форсунку. Тут все просто. Если правша, значит краник с этой стороны. Если левша, краник переворачиваем с другой стороны. То есть вот для левши. На данном этапе, пока краник еще разобранный, необходимо припаять сам же клер. Форму я ему придал, как в стандартной бензиновой горелке. Вставляем его в форсунку. Через рассекатель. Вот так. И припаиваем. Вот здесь. Вот здесь. Ну и так как уже краник собран, нижнюю часть жиклера я буду уже припаивать на обычный свинцово-оловянный припой. Трубка уже до этого момента не особо сильно в горелке нагревается, поэтому здесь уже можно припаять ее при низкой температуре. Не отвалится. И так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь она имеет такой подарочный вид Также я припаял сюда штуцер на 6 мм Для того, чтобы можно было подключать два вида шлангов С внутренним диаметром на 6 мм И внутренним диаметром на 8 мм Сам флажок на шаровом кранике я менять не буду По той простой причине, что он реально очень удобный Очень легко дозировать бензовоздушную смесь Буквально одним пальцем То есть, как бы, очень удобно и плавно Поэтому я менять его не буду Пусть остается такой, как есть Теперь остается последний штрих Это просверлить отверстие в самом рассекателе По совету старых ювелиров Принято считать, что отношение Внутреннего диаметра самого жеклера К отверстиям, просверленным в самом рассекателе Должно быть 1 к 10 Говоря простыми словами Если внутренний диаметр жеклера 1 мм Значит, здесь должно быть просверлено 10 отверстий Диаметром 1 мм В моем случае внутренний диаметр жеклера 2,4 мм Значит, я буду здесь сверлить 24 отверстия диаметром 1 мм Здесь я уже сделал такую разметочку керном Для тестирования самой горелочки Извоял вот такую конструкцию буквально за 20 минут У меня нет пока полноценного генератора бензовоздушной смеси Поэтому пока сойдет и так Это тема для следующего видео Значит, не обращайте внимания, что выполнена конструкция Вся полностью на стеклянной банке Потому что давления в системе как такового нет Здесь важна производительность газа в литров в минуту Поэтому на редукторе я выставил самый минимальный порог Значит, здесь как он устроен Одна трубочка уходит с самого низа банки Внизу налит бензин галоша Также здесь имеется еще губка для мытья посуды Она нужна для того, чтобы бензин случайно не вскипел И не попал вот в эту трубку Тогда получится, что из горелки может получиться огнемет Вторая трубочка чуть ниже припаяна В самой крышке Все это, конечно, закрыто Также здесь имеются два тройничка И перепускной клапан Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы можно было дозировать смесь То есть сделать ее либо бедной, либо богатой Сюда подключается компрессор Здесь подключается горелка Когда краник полностью открытый Тогда получается воздух из компрессора практически напрямую Поступает в саму горелку И смесь получается очень бедная И горит при низкой температуре Но если мы полностью закроем краник Тогда получается весь воздух будет идти уже через бензин И будет очень насыщенная смесь Температура пламени становится очень большой то есть этим пламенем можно в принципе очень хорошо плавить металл ну и также можно это все плавно регулировать от бедный до богатый то есть тут проблем нет никаких сейчас перепускной клапан выставлен на самую бедную смесь то есть больше кислорода чем без бензовоздушной смеси температура такого пламени очень низкая этим удобно именно паять прибавим смеси пламя становится сразу желтеньким и температура такого пламени уже очень большая убавим вот так и можно сделать вот такую красивую иголочку для пайки блин великолепно просто великолепно но теперь протестируем на что же она способна мне интересует конкретно какую температуру она может выдать значит начну сразу с меди потому как у нее температура плавления тысячи восемь тысяча восемьдесят три градуса а это значит если будет горелка плавить медь значит будет плавить и золото и серебро и любой тугоплавкий припой пробуем готово и достаточно быстро а значит температура ну явно больше 1100 больше но алюминий конечно обречен на поражение ну да итак мои дорогие друзья подведем итоги горелочку я такую собирал себе первый раз в жизни и как вы видите что она работает очень даже хорошо факел великолепный и способна развивать температуру но явно больше 1100 градусов вопрос для чего она нужна ну я занимаюсь мелкими работами и иногда мне бывает нужна пайка тугоплавкими припоями вот как раз таки для этих целей я эту горелку себе и делал у меня нет такой возможности купить мамгаз, дело в том что у нас в городе его хрен не найдешь и мало того что он не дешево стоит а эта штуковина очень дешево мне обошлась но себестоимость вот этой горелки мне обошлась в 350 рублей я покупал три водопроводных фитинга краник и вот эту трубочку на пункте цвет мета все остальное у меня как бы было ну и того 350 рублей и потраченные три часа времени теперь необходимо к нему собрать генератор бензовоздушной смеси и все будет полноценная портативная установка для пайки ну для тех кому понравилось это видео не забываем ставить палец вверх на сегодня всем пока пока дохер Utah